Доброе зимнее твое! Встречаем гуру уральской моды Николая Романова по совместительству машиниста модного экспресса. Здравствуйте! Сегодня о праздниках и праздничных платьях, которые специально шьют либо покупают для важных событий в жизни и для красных дней в календаре. Внимайте! Нарядное вечернее праздничное платье, на мой взгляд, не должно быть настолько сногсшибательным, чтобы оно врезалось в память светской тусовки или ваших подруг, иначе его жизнь будет слишком коротка, и оно, сука, ризный, будет смотреть на вас из вашего гардероба. Подобные платья стоят невероятных денег, и они скорее создаются для красных дорожек либо единственного выхода в свет. Ведь надев его в следующий раз, вы рискуете вызвать не восторженные взгляды, а жалость, ведь многие могут подумать, что вам нечего надеть. Поэтому его стоит выгулить в иной среде, другом городе или стране. Именно поэтому звезды часто берут платья в аренду из новых коллекций метров моды. Если вы все-таки рискнули на эксклюзивное авторское платье, то выбирайте модели ближе к базовому образу, чтобы его можно было эксплуатировать, неоднократно меняя аксессуары и делая его всегда новым. Съемные манжеты, воротники, ремни, бижутерия, клатчи и обувь. Причем подбирается и новый стиль, и новый цвет, и новые дополнения. Все это вам создаст ваш новый вечер. Никогда не выбирайте яркий, вспоминающийся принт на ткани, иначе в спину вы услышите, гляньте, это опять в арбузах пришло. Хорошо подумайте о длине, если она не указана в дресс-коде, ведь это повлечет сразу ряд проблем в межсезонье или зимой. Платье в пол требует и соответствующее, не случайное длинное пальто или шубу, в которой вы появитесь в холле на мероприятии. Резуме. Не яркое, не броское, не длинное, без запоминающегося принта, но дорогое, манящее, идеальное, одним словом. На сегодня все, на будущей программе мы поговорим о нарядных вечерних платьях после бала, как продлить им жизнь. Пока-пока!